Айроньюз Человек-легенда, первенство России по вольной борьбе, посвященная памяти заслуженного тренера СССР Асламбек Ацгоева, собирает лучших спортсменов со всей страны. Девятый этаж как наказание. Семью инвалидов поселили в квартире, непригодной для проживания. Кто должен за это ответить и почему проблемы людей с ограниченными возможностями стали игнорировать? Обо всем этом прямо сейчас. Семья инвалидов, о которой дальше пойдет речь, живет на девятом этаже единственного многоэтажного дома в Беслане. Стены и потолки их квартиры все изуродованы огромными черными пятнами от сырости. Батареи почти не греют. Пожилая супружеская пара зимой даже спит в верхней одежде. А ведь это жилье досталось им взамен старого, которое по программе шло под снос. Это именно тот случай, когда от перестановки места результат не меняется. Подробнее смотрите в следующем материале. С виду презентабельное девятиэтажное здание. На самом верхнем этаже проживает семья Мамиевых, инвалиды с детства. Они гостеприимно приглашают в дом и сразу просят в зал. Причина проста, другие комнаты просто непригодны для жилья. Такие огромные черные пятна по всем стенам и потолкам растут не по дням, а по часам. Начинается все почти безобидно с мелких темных точек. Кухня, ванна также пострадали от грибка. Разве что эта уютная комната осталась нетронутой. Но хозяева демонстрируют обратное. Жильцы этой многоэтажки поселились здесь около трех лет назад. Их старые дома по улице Гагарина пошли под снос. В администрации местного самоуправления города Беслан утверждают, что выдача домов проходила по жеребьевке. Семье инвалидов достался девятый этаж. И никто тогда не задумался о том, будет ли им там удобно. В переселение, пошел дом под снос и нас всех сюда, то есть на победу. Младшая дочь Мадина Мамиева рассказывает, как будучи в Москве, была шокирована, узнав от подруг, что происходит с квартирой родителей через год после заселения. Приехали две мои подруги поздравить отца с днем рождения. И одна из них уехала в Москву обратно. И показала мне фотографию. Я, конечно, была удивлена. Просто в шоке. Мурат, один из внуков, обожает бывать в гостях у бабушки с дедушкой. Но ночью, глядя на эти черные стены, маленькому мальчику порой становится страшно. Тут бывает холодно, сыро и страшно. Всевозможные попытки очистить стены от надавивших пятен ни к чему не приводят. Родители Мадины выходят на улицу крайне редко. Учитывая, что лифт постоянно ломается, спускаться самостоятельно для них не представляется возможным. Родители инвалиды с детства. И тяжело им жить. Во-первых, на девятом этаже лифт не постоянно работает. И еще и сырость, конечно, все хуже и хуже здоровье у них. На этом история не заканчивается. Зимой, по словам дочери, батареи практически не греют. Родители спят в теплой верхней одежде. Обращения в соответствующие органы не приводят к нужному результату. Зимой очень холодно. Отопление не помогает. Родители спят в теплой верхней одежде и под одеялом. Ходила в администрацию, пожимали плечами, видели все фотографии и ничего. Мы будем следить за дальнейшей судьбой этой семьи, которая уже около двух лет живет в квартире, совершенно непригодной для проживания. Возможно, старый дом, который шел под снос, был даже лучше, чем место, где сегодня вынуждена жить эта семья. А теперь новости спорта. Спорткомплекс «Манеж» на три дня стала ареной ярчайших представлений, в которых принимали участие спортсмены со всей страны. Первенство России по вольной борьбе, посвященное памяти заслуженного тренера СССР Асланбека Цгоева. Торжественная церемония открытия и воспоминания о выдающемся педагоге, которого по праву называют человеком-легендой. Первенство России по вольной борьбе памяти Асланбека Цгоева собрало огромный зал спортсменов, зрителей и гостей и представителей СМИ. Событие масштабное и ответственное. Торжественное открытие, праздничный концерт и начало долгожданных соревнований. Около 350 спортсменов со всей страны демонстрировали свои лучшие качества. 46 из них представляли Северную Осетию. Большая честь судить на таких соревнованиях ответственных, потому что первенство России отбирается в год один раз с выходом на первенство мира, на первенство Европы и так далее. Естественно, победители и вторые места, которые займут, они поедут на первенство мира и на первенство Европы. Здесь собрались сильнейшие борцы со всей России и ковер покажет. Асланбек Цгоев – основатель Осетинской школы вольной борьбы. Среди его воспитанников Сосланандиев, Олимбек Бестаев, Таймур Астсгоев, Эльбрус Икаев, Совкус Зарасов, Асланбек Цгоев также был участником Великой Отечественной войны. Это человек, на самом деле, легенда и практически, как говорится, законодатель моды. Это человек, который дал понять не только нашей республике, а в общем всему Советскому Союзу, что такое себя представляет вольная борьба и дал этому какое-то грандиозное движение и толчок вообще этому. Поэтому очень правильно, что такого легендарного выдающего человека не то, что забыли это неправильно, а просто в какой-то определенный момент вспомнили и правильно то, что это первенство, именно память ему назвали. Поэтому я полностью это поддерживаю. Мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе не упустили возможности спросить о новой должности, узнали о новом графике работы. График замечательный, он мне нравится. Встаю, как и вставал, чуть-чуть позже, нежели на обычную какую-то рабочую зарядку. Если я раньше вставал, к примеру, в 7.30, то я сегодня стою в 8 утра, в 9 я уже на работе, до 6 часов у меня рабочий график. Ну и я так понимаю, что он будет затягиваться в связи с работой и бумажными делами. На первенстве России по вольной борьбе принимали участие юноши 97-98 годов рождения. Турнир завершился 28 марта. Следующий репортаж о жителях, которые уже давно забыли, что такое газ. 30 лет они топят печь по стареньке дровами, но, пожалуй, самое удивительное, живут эти семьи в двух метрах от железной дороги. История о том, как порой выживают люди, затерявшиеся где-то между мостами и дорогами. Максим и Мурат – лучшие друзья. Как и все мальчишки, любят погонять мяч. Играть прямо у железной дороги – не детская шалость. Таково стечение обстоятельств. Родители волнуются за их безопасность, поэтому всегда оставляют кого-то из взрослых для присмотра. В этом районе нет специализированных площадок для игр. Здесь нет даже дороги. Вместо нее огромные выбоины. И в самом центре – озеро, в котором во время дождей не раз застревали машины. Живем между двух городов – это Владикавказ и Беслан. Со всех сторон мосты, рельсы, заправка. И просто уже невыносимо. Девять семей, которые проживают на восьмом километре, безуспешно пытаются выяснить, на чьем балансе находится их жилье. После серии обращений в различные инстанции они почти потеряли надежду. Так как газа здесь нет и никогда не было еще со дня строительства этих домов, а это уже 30 лет, то топят здесь по старинке. Вот моя чудо-печка. Топим, греемся. Ну, все равно до утра уже бывает холодно. Дров нету, мучаемся. Пойдем в посадку, штрафуют, не разрешают. Покупаем. Вместо декоративных растений по всем углам сложены дрова. Мы бабуле привозим сюда дрова. Ей, конечно, не приходится трудить, но она очень пожилая. У нее много раз болезнь, ей некому бывает помочь. Валентина Санакоева старается не замечать печь, которая портит интерьер, да и по функциональности уже давно устарела. Но избавляться от нее не собирается. Пока рано. Полы проваливаются, печь покосилась. С такими трудными условиями жизни, казалось бы, жильцы уже смирились. Но единственное, с чем они не согласны, это отсутствие газа. Ада Кудзаева, например, в свое время заплатила 40 тысяч рублей за одну комнату, но вскоре пожалела. По вопросу газификации, она вместе с остальными обращалась в Комитет топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики. Я вот с этими письмами, с копьем ходила к нему. Он как только взял в руки, говорит, женщина, мне ваши проблемы известные. Вынес какой-то журнал и показал, что вы у меня в проекте есть, но у меня денег нет. Езжайте прямым ходом, никому не обращайтесь, к Мамсурову. Я один раз поехала, меня дежурный даже в коридор не запустил, чтобы отдать заявку на очередь, чтобы поставили. Кому обращаться, мы не знаем. Писали мы письма, нам пришел ответ, что в 2012 году у нас будет уже газ. Уже 2014 год, а нам никаких продвижений. Жители не теряют надежды на лучшее будущее. Обращение к нам в программу – это их возможность хоть как-то напомнить о себе тем, кто, как мы рассчитываем, наконец-то обратит внимание на всеми забытый восьмой километр, затерявшийся где-то между мостами и дорогами. Цитата одного из местных. С вами была программа Iron News. Звоните по номеру 54 26 73 и предлагайте ваши новости, о которых мы обязательно расскажем и покажем в следующем эфире. Всего вам доброго и до встречи!